Привет! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет выпуск, посвященный, наверное, тому, как я вижу мир, тому, как я вижу перспективы, включая яхтинга и включая, собственно, нашего канала, который вы смотрите на протяжении много лет. Вы, наверное, зададите вопрос, почему же я сижу на пеньке и что же это за пенек у меня на лодке. Это Дины новый проект, она здесь делает кое-что интересное, но, собственно, не об этом будет речь. Просто пенек, как символ того, что нужно посидеть, выдохнуть и, собственно, немножечко пофилософствовать. Я с вами буду делиться своими мыслями и в конце мы к чему-то с вами придем. Ну что, готовы? Поехали! Сейчас, на данный момент, уже идет два с половиной месяца с того момента, как Россия вторглась на территорию Украины и начала убивать граждан Украины, граждан суверенного государства, почему-то решив, что на это имеет какое-то право. Но сейчас мы будем разговаривать в этом ключе, но, наверное, все-таки немножечко не об этом. Приняв то, что сейчас происходит, приняв, собственно, весь этот кошмар, я понимаю, что нужно немножечко двигаться дальше, нужно немножечко понять, переосмыслить, научиться как-то с этим всем жить, естественно, помогать, чем мы можем, но это касается только нас и тех, кому мы помогаем и, собственно, то, что мы делаем. Но, тем не менее, мы живем на лодке с 2013 года. Мы выбрали этот формат жизни не вопреки, то есть мы не уехали из Украины просто потому, что нас что-то оттуда выталкивало. Нет, просто пришло время, я подготовился достаточно хорошо и появилась возможность уехать и жить тем образом жизни, который мне нравится. Наш канал идет на русском языке, во всяком случае, был до текущего момента, потому что это универсальный язык, который понимает большое количество людей. Соединенные Штаты Америки, это Россия, это Австралия, Новая Зеландия, Океания, Центральная Америка, Южная Америка, Карибы, Европа, то есть нас смотрят со всего мира и наша география очень обширная. Я никогда не делил людей по паспорту, по национальному признаку. Я никогда до данного момента не интересовался, какой у кого паспорт и всегда считал, что есть две категории людей, есть категории нормальных и есть категории дебилов. И мое четкое мнение, оно было раньше, что дебил это тот, кто не имеет национальности. То есть эти люди встречаются среди абсолютно любых социумов в любой точке мира и совершенно неважно, на каком языке он говорит. Естественно, у меня есть какая-то своя нелюбовь к определенным категориям. То есть я никогда не любил людей, которые ходят там в тельняшке с капитанкой, то есть такие аниматоры из Турции. То есть для меня это всегда был зашквар. С этими людьми я просто не хотел общаться. Я не люблю адептов старой школы, то есть иногда у нас с ними было много различных конфликтов. Но это не касается, собственно, яхтинга непосредственно. Это касается исключительно моих предпочтений, то есть то, с кем я хочу общаться, то, с кем я не хочу общаться. Я очень не люблю совкадрочеров, которые смотрят на как было клево в Советском Союзе. И вот это вот, блин, надергивание, это люди, которые обычно имеют самую агрессивную позицию. И количество говна, которое лилось в комментах, это как раз вот от вот этого вот. То есть я считал, что есть вот какая-то аудитория, такой вот бочонок с дерьмом, который там себе где-нибудь там он варится. И из него иногда что-то там вылетает во весь остальной мир, и оно вот попадает, и ты это видишь иногда. Но в данном случае это, вы знаете, как играть говняными снежками. То есть, может ты, конечно, в кого-то попадешь, но весь сам будешь вот в этом вот всем. И я предпочитал не общаться просто с определенной категорией людей. И эта категория людей совершенно была не национализирована. То есть, это было просто вот, я не люблю вот там определенных людей, которые там делают вот так, и все. Также для меня, например, всегда было полную дичью это незнание английского языка. Но на самом деле не совсем так. То есть, я прекрасно понимаю и нормально отношусь к людям, которые могут не знать английский язык. То есть, он им в данный момент времени, исходя из там какого-то прошлого, он им был не нужен. И это абсолютно нормально, если кто-то чего-то не знает. Но я всегда активно выступал не против людей, которые не знают английского языка. Я выступал против монолингвистов, которые имеют проактивную позицию и в агрессивной форме доказывают, что их знаний вполне достаточно. И тот язык, на котором они говорят, это единственное, что им нужно знать. То есть, такие, ну, такие придурки, то есть, которые писали в комментах. Допустим, мы берем интервью там у Малита. И мне там пишут, а почему я должен читать эти титры? Почему Малит не говорит на русском? Может, вы будете брать интервью у людей на русском? Ну, то есть, вот эти вот дегенераты, которые, они не хотят развиваться, они живут в каком-то своем дерьмеце. И вот это вот, в этот чан, о котором я вам рассказывал, вот их мы туда вот так и бросаем. Потому что это не те люди, у которых есть будущее в яхтинге. Это не те люди, которые могут куда-то развиваться. То есть, их нужно просто оставить где-нибудь там за кормой своей лодки и уйти от них куда-нибудь подальше. Но 24 февраля Россия напала на Украину. И очень многие маски были сняты. И стало понятно, кто есть кто. То есть, для меня открылась эта категория моей аудитории, о которой я совершенно не знал ранее. Но давайте сейчас перейдем к категории аудитория. И я вам немножечко расскажу о том, как я себе это вижу на данный момент. Ну что, давайте возьмем просто статистику канала, для того, чтобы мы немножечко поговорили о цифрах. Итак, у нас 18-24 года 4%, 25-34 20%, 35-44 40%, 45-54 25%, 55-64 9,4%. Остальное до или после. То есть, как вы видите, основная аудитория это взрослые люди 35-45 лет. Если мы возьмем 90% канала аудитории, это от 25 до, наверное, где-то 50-60. То есть, это как раз вот та аудитория, которая двигает этот мир вперед. Теперь давайте посмотрим по гендеру. Итак, male 96,1, female 3,7. Ну и not specified 0,2. Итак, у нас основной костяк аудитории это мужская аудитория. Возраст увидели 96% мужчин. Теперь мы дальше возьмем по странам. У нас порядка 45% аудиторий из России. То есть, грубо говоря, половина всей аудитории, которая смотрит нас, это россияне. Почему я об этом говорю? Почему я на этом делаю акцент? Давайте перейдем к следующему пункту. За последние три видео на нашем канале было огромное количество негативных комментов от россиян. Именно 70% на мой взгляд российской аудитории было крайне агрессивно негативны в своих высказываниях. И не просто негативны, а крайне негативны с желаниями смерти и прочего. Естественно, среди них было большое количество ботов. Но давайте вот возьмем, например, тех, которые были подписаны на наш канал. Смотрите, человек подписан год назад. И он там раньше писал какие-то комментарии под различные видео. Интересовался яхтингом, хотел пройти обучение. И видел свои перспективы в яхтинге. И вот на данный момент последнее сообщение от него вот такое. С одной стороны, люди смотрят меня, они интересуются жизнью, они видят, я делюсь с ними каким-то опытом. Они этот опыт перенимают. И после этого всего я получаю вот такие комменты, которые желают смерти. Я специально взял такой относительно нейтральный коммент. Но для меня, например, абсолютно полная дичь, как люди могут быть вот такими двуличными, как они могут быть такими непоследовательными в своих взглядах. Для меня это на самом деле большое разочарование. Я очень разочарован в своих российских зрителях. Потому что весь негатив, который в данный момент идет, он идет исключительно со стороны россиян. То есть это люди, которые абсолютно потеряли эмпатию. Это люди, которые, напав на чужую страну, не высказываются против войны. Это не их война, потому что в ближайшее время большинство людей в России останутся без работы, без возможности существования, потому что санкционно, экономически страна уйдет в глубокий штопор. При этом вместо того, чтобы быть, высказываться против, они активно поддерживают то, что делает власть. Я думаю, что мы не будем кривить душой. Вы можете посмотреть многих блогеров и те, которые делали различные социальные опросы. Больше половины абсолютно за, еще какое-то там количество, порядка 20 воздерживаются от ответов. Это, собственно, то, что я хотел вам показать, исходя из моего канала, что 70% россиян имеют абсолютно позитивное отношение к войне. Это те люди, которые смотрели меня, которые пишут мне комментарии, ну, наконец-то ты потерял весь свой доход, теперь придется идти работать, вот как вы видите, или там, ну что, типа, дояхтился, теперь ты нищий и прочее, прочее. То есть это те комментарии, которые я читаю от своей аудитории, которые смотрели меня много лет. Я хочу, чтобы вы просто задумались над вот этим вот чаном с дерьмом, который варится, и сколько в этом чане ваших соотечественников, потому что я в данный момент обращаюсь именно к жителям России, сколько людей, которые вот так относятся к этому всему. Вы же понимаете, что для меня лично это все вообще никакого ни интереса, ни представляет, никак не влияет на мою жизнь. То есть просто я вижу дерьмо, и это ваше дерьмо, это не мое, оно меня не касается, мне просто написали коммент, но коммент-то написала вот это вот дерьмо из чана, и если ваших людей, которые смотрят мой канал, такое количество, для меня это, вот именно это является разочарованием, что для этих людей я снимаю на этом языке. Ну и, естественно, основные посылы я просто хочу прокомментировать по поводу 8 лет, но я думаю, что если вы там не совсем упоротый человек, то вы понимаете, что 8 лет Россия поддерживала этот вооруженный конфликт на Донбассе, которую я читаю в своих комментах, причем я в данный момент хочу сделать ремарку, что это не тролли, это люди, которым, блин, в голову забили телевизор просто большой кувалдой, и это люди, которые видят все через призму своих голубых экранов. В 2014 году, с того момента, как был аннексирован Крым, Россия поддерживает войну в Украине, войну на Донбассе, от всяких сепаров типа Моторолы, Гиркиных и прочих, кто сбил MH17. Ну, давайте будем откровенны, то есть уже есть абсолютно точное заключение комиссии, кто это сделал. Поэтому ни для кого не секрет, во всем мире, наверное, кроме региона Россия, что именно Россия поддерживает этот вооруженный конфликт. Поэтому 8 лет это как раз именно тот вариант, когда те, кто пишут и являются соучастниками всего вот этого. Потом очень интересные комменты, вы все узнаете потом. Меня всегда поражали такие люди. То есть я человек, который заработал на новую лодку с верфи, на возможность жить уже 10 лет вот в таких вот условиях, который разговаривает на куче языков. И мне какое-то мурло сидит, рассказывает, вы все поймете потом, что ты за хранитель говносекрета такого, что ты со своим, блин, одним языком из какого-то зажопинска знаешь что-то такое, чего не знают люди, у которых есть доступ к информации со всего мира, который зарабатывает аналитикой на свою жизнь. Что ты такое? Кто ты такой, что ты можешь рассказывать? Вы узнаете потом. Или не все так очевидно, или вот это мое любимое, мы вне политики и давай без политики здесь на канале. Просто это вот мы берем вот это вот все и складываем в этот чан с дерьмом. Просто такой и крышечкой накрываем, чтобы оно не воняло. Плюс не забывайте, откуда берется аналитика. Все оппозиционные медиа удалены в России. Социальные сети закрыты. Конечно, можно использовать VPN, и вы молодцы, но всему миру не нужно этого ничего. Не нужно просто зашел и посмотрел, смотришь медиа, которому ты доверяешь. То есть медиа нет. Новостная лента пропагандонская. Новости телевизор. И это все закрыто за большой стеной. И вот эти люди мне рассказывают по поводу какой-то аналитики. Ну реально, блин, люди, давайте перестанем нести какой-то бред у меня в комментах, потому что это даже не смешно. Это реально, блин, какое-то презрение, что ли, к этим людям. Еще популярная тема. Герман, ты не уважаешь аудиторию. Что значит, уважаю я аудиторию или не уважаю? Уважают кого-то за конкретные поступки. Как можно уважать аудиторию? Я отношусь к аудитории абсолютно нейтрально. Если мне какой-то пишет мудак о том, что он мудак, я к нему отношусь как к мудаку. И он говорит, ты не уважаешь аудиторию. Я к аудитории, еще раз подчеркиваю, отношусь нейтрально. Я к мудакам отношусь как к мудакам. А к людям, с которыми мне приятно общаться, я общаюсь и мне приятно. Поэтому, если к тебе идет отношение как к мудаку, это не значит, что я не уважаю аудиторию. Я не уважаю конкретно тебя, потому что ты мудак. И мы этого берем и складываем в чан с говном тамбиен. Теперь дальше. Герман, ты русофоб. Интересно, в чем моя русофобская позиция проявляется? В том, что я не люблю вот это вот чан с говном? Ну да, я не люблю их. Мне они не нравятся. Но если мы возьмем, скажем, ту же аудиторию России, а у меня мое количество друзей, я говорю не знакомых, а именно друзей, оно со всех регионов нашего земного шара. С Маврикия, с Японии, с Австралии, с Зеландии, из России, из Украины, с Соединенных Штатов Америки, с Центральной Америки у меня есть огромное количество друзей. И с 2014 года я не потерял ни одного своего друга, с которыми я дружу, которые являются гражданами Российской Федерации. Поэтому стоит подумать через вот эту призму, что если у меня есть друзья в РФ, и я с ними не растерял контакт, значит проблема не столько в гражданах РФ, сколько очень интерперсонально. И если среди граждан России огромное количество, как я вам уже говорил, наверное там 70% плюс поддерживают текущую ситуацию, наверное я просто попытаюсь ограничить свои контакты. И зачем? У меня есть мои друзья, я с ними общаюсь, они прекрасные люди, они помогают Украине, помогают украинцам, помогают украинской армии, кто как может. Но тем не менее, они все имеют совершенно четкую позицию. И есть вот этот вот другой чан, вот этот вот, который варится, у которых есть другая позиция. Вы хотите в этом вариться, можете и дальше в этом вариться. То есть наши сбройные силы Украины будут туда делать свои усилия, протрезвеете достаточно быстро, но поймите правильно, то, что будет происходить в России, меня совершенно не касается. Это ваша внутренняя борьба, это ваша внутренняя борьба, и вам этим заниматься. Как говорят мои британские друзья, not my circus, not my monkeys. Не мой цирк, не мои обезьяны. Ваши проблемы, вы их решайте. У меня есть свои проблемы, я украинец, и на данный момент у нас есть одна общая беда для всех украинцев, как сделать так, чтобы граждан России в виде людей с автоматами выпереть с нашей территории. Вот это наша проблема, а ваши проблемы решайте сами. Для того, чтобы у меня появились новые контакты среди граждан РФ, я это не отрицаю. Да, я поддерживаю коммуникацию, но прежде чем я веду какую-либо коммуникацию, мне нужно понимать абсолютно четко вашу позицию. Потому что если вы за, если вы нейтральный, если вы не в политике, нахуй! Если вы с активной позицией, и я могу это где-то увидеть, да, мы с вами продолжим дальнейший диалог, но если я этого не вижу, аста-луего! Теперь давайте рассмотрим яхтенную аудиторию. Это, наверное, самое основное, то, что касается меня, потому что здесь есть определенные пересечения. Как среди основной аудитории, так и среди яхтсменов процент приблизительно схож. Может быть, людей, которые это активно поддерживают, наверное, чуть-чуть меньше половины, но где-то ровно столько же людей, которые не высказывают свою позицию. Это их личное дело. С людьми, которые не высказывают свою однозначную позицию, я в дальнейшем также общаться не намерен. Поэтому яхтсмены, те, которые мне пишут, тем, которым нужна консультация, вы должны четко для себя выяснить, выяснить, что если вы за, если вы нейтральны, если вы вне политики, и все, мы с вами общаться не будем. И мне это общение не нужно, оно неинтересно, и я не хочу с этими людьми ни здороваться, ни иметь ничего общего. Те люди, которые имеют позицию однозначную против, высказывали свое мнение, да, в дальнейшем у нас диалог возможен, и скорее всего он и останется, потому что с этими людьми я контактов не потерял. Многие люди могут сказать, нет, мы не верим, яхтсмены это же люди, которые ушли от этого всего, такие Ом, Дзен и прочее. Наверное, отчасти это так есть. Давайте копнем немножечко поглубже, я вам покажу просто один из наглядных примеров. Человек, который на протяжении года писал мне, получал какие-то консультации, спрашивал, как там, куда ему идти, куда выходить, и я на этого мудака тратил свое время, я ему объяснял, я ему что-то рассказывал, рассказывал, что там сделать с лодкой, рассказывал. На самом деле, такого у меня в коммуникациях очень много, потому что у меня достаточно глубокие знания в различных акваториях, и я могу поделиться своими мнениями, где, как, что происходит. И вот, когда происходит 24 февраля, есть техцмен, который пишет, например, вот такое, по поводу украинских нацистов, по поводу вот такого вот говна. Этот пи***р может себе позволить общаться вот в таком ключе, после того, как на этого пи***ра тратили свое время, украинцы объясняли этому пи***ру, как нужно жить. И я вам больше скажу, после того, как это было опубликовано, естественно, я сделал этот скриншот и расшарил среди яхтенного комьюнити, потому что комьюнити должно знать своих героев. После этого начался какой-то большой кошмар. Почему-то начали русские яхтсмены считать, что я планирую там топить их лодки. Во-первых, ремарка. Ни один нормальный яхтсмен не будет топить нищих лодок. Во-вторых, я вам говорил, что есть вот этот чан с говном, я знать о том, что в нем находится, даже не хочу. То есть вот такая большая бетонная стена между мной и вот этим чаном с дерьмом. И если вот Максим кладется в этот чан, это не тот человек, на который я буду тратить свое время. Тем более куда-то топить. Ну, понятно, что ужас он, конечно, есть. Поэтому сейчас стоит текущая локация. Это Панама-Колон. Хотя это, по-моему, Гватемала у него или что-то такое. Но, тем не менее, сейчас пошел вот такой слух. На самом деле, те, кто его распространяют, просто покажите мне, где я такое говорил, ну, мне просто даже интересно. Если вы не можете этого сделать, то просто не повторяйте чепуху. Потому что, еще раз повторю, мне на вот это вот чан с говном просто плевать. Не то, что топить. Даже близко не подойду туда. Поэтому не надо на меня вешать, пожалуйста, то, что я не говорил. И тем более уже то, что у меня совершенно не находится в планах. У меня в планах совершенно другое. Там Тихий океан, тем более для украинцев сейчас открыта французская Полинезия. Украинцам сейчас весь мир открыт. На Фиджи можно год вообще бесплатно стоять. Дают Марину в стоянку. У украинцев сейчас открытые перспективы в плане будущего, в плане будущих возможностей. Это проблемы у тех, кого я собираюсь топить. Нахуй вы мне нужны топить вас. Вы сами себе, блин, будете сидеть в своей жопе. Мне вообще плевать, что у вас там происходит. Что хотите, то и делайте. То есть резюмируем. Вот этот чан с говном исключительно забвение. И нахуй никаких контактов, никаких общих переписок, общений, передачи опыта, метел. Все. Вот чан с говном крышкой накрыли, за борт и все. И даже не интересно, что он в мире существует. Мы резюмируем общую аудиторию, яхтенная аудитория и мои зрители, которые меня смотрят. Есть нормальные люди вне зависимости от паспорта. Я не делю, хоть это сейчас, наверное, и не популярна. Тем не менее, я не делю на человек из России или человек имеет другой паспорт. Я делю на это аудитория нормальных людей или аудитория дегенератов. Как понять, к какой аудитории кто относится? Итак, Украина это суверенное государство, на которую напала Россия. То есть, человек с автоматом перешел через границу суверенного государства. Все. Это то, что есть аксиома. Далее, мы добавляем но. И после но мы вписываем толкнули лбами, там, я за 8 лет, НАТО напала, НАТО подошла к границам, потом все поймете, мы вне политики, я не высказываю свою точку зрения. Вот это но относит вас автоматически к категории дегенератов. Вне зависимости, на лодке вы или нет. Поэтому, если вы сюда попали, идите нахуй. А с нормальной частью аудитории моего канала мы продолжим нашу коммуникацию. Я с огромным удовольствием буду высказывать свои мысли и делиться своим опытом. Поэтому, если вы попали в категорию дегенератов и пошли нахуй, я попрошу вас отписаться от канала. Потому что у меня было 115 тысяч, сейчас осталось 107 тысяч. Потому что по моей статистике этих людей должно быть значительно больше. Поэтому та часть, которая попала в категорию но и там дальше по списку отпишитесь пожалуйста от моего канала нам дальше с вами не по пути. Вы будете жить в вашей прекрасной стране и для тех людей, которые путешествуют по миру как я, вы больше не представляете ни малейшего интереса. Теперь давайте перейдем собственно непосредственно к каналу и об этом мы с вами немножечко поговорим. Прежде чем мы перейдем к каналу, давайте мы немножечко с вами заглянем вперед и посмотрим и посмотрим что же будет с яхтингом. Яхтинг будет, яхтинг продолжается, мы также будем путешествовать просто на данный момент признаюсь честно, я абсолютно демотивирован, я абсолютно разочарован аудиторией, которая была у меня на канале, поэтому и решил записать сегодняшний выпуск. нас ждет дальше путешествия, почему мы стоим в Панаме, нам здесь нравится, то есть мы уже сделали нашу кругосветку, во всяком случае, я и сейчас я выбираю то, где мне интересно стоять, мне интересно жить. Да, у нас сейчас мы вынуждены стали в Панаме изначально, сейчас мы здесь просто потому что во-первых мне в Панаме нравится, во-вторых у нас возможно есть определенные перспективы на Панаму, в-третьих сейчас война и мы просто морально не можем себе позволить никуда уйти, потому что постоянно на связи организационно мы помогаем нашим Збройным Сылам Украины, мы помогаем беженцам, в общем мы делаем большое количество усилий для того, чтобы как-то это все быстрее закончилось или если люди попали в сложную ситуацию как-то им ее упростить как я уже вам говорил раньше для украинцев сейчас весь мир открыт и мы дальше планируем идти в тихий то есть в нашем случае ну во всяком случае пока ничего не поменялось да конечно как и у всех сейчас есть определенные там и финансовые сложности и есть моральные сложности но в принципе в любом случае наша жизнь организована так что гигиенический минимум у нас покрыт то есть нам не нужно там рвать свою жопу для того чтобы там начать что-то кардинально менять там не знаю продавать лодку нет у нас в этом плане все достаточно стабильно да есть временные сложности но временные сложности это временно сейчас основное это то чтобы закончилась быстрее война то чтобы перестали люди умирать то чтобы прекратилось горе которое есть сейчас у жителей Украины за которых мы переживаем я за свою жизнь наверное у меня не не текли столько слезы сколько текли у меня за последнее время наверное я принимаю это все близко к сердцу наверное это называется эмпатия но я к сожалению такой человек а может и к счастью я ничего с этим сделать не могу и для меня это большая боль поэтому снимать какие-то развлекательные видео снимать какой-то развлекательный контент когда сейчас это все происходит но я не могу я не могу не морально это снять я не могу взять камеру и снять ничего я никуда не езжу ничего у меня не происходит потому что бляха-муха это невозможно сейчас то есть ты следишь за этими новостями это просто какой-то кошмар надеюсь что это все закончится в каком-то обозримом будущем то что украина здесь победит у меня вообще никаких сомнений нет и что украины будут большие прекрасные перспективы в этом плане у меня тоже сомнений нет что будет в России мне в принципе все равно это меня не касается сами разбирайтесь и я даже не хочу вникать но наверное прямо хорошо не будет и будет дальше сложнее но это не мое дело и мне честно говоря все равно что будет дальше с каналом на протяжении двух с половиной месяцев я очень сильно сомневался что мне делать я сейчас если честно сомневаюсь сомнения эти достаточно серьезные давайте я вам просто попытаюсь объяснить возьмем статистику по каналу вот такой канал с такой аудиторией как у нас наверное если я ну вот вообще буду там жопу рвать на куски и делать там кучу видео там рекламы будут напиханы через каждые там три минуты наверное канал будет приносить 500 долларов в таком обычном режиме долларов 300 то есть вы понимаете да что суммы которые канал приносит это вообще не те суммы за которые что-либо делается я веду канал исключительно из-за того что это мне нравится это мое хобби и я просто здесь ну наверное несу какой-то социальный смысл то есть несу какое-то ну что-то может кого-то мотивирую может кого-то кому-то объясняю что происходит и я считаю что это такая цель которая достаточно благородная ради финансов канал вести не стоит тем более если учесть что сейчас россия отключена от монетизации канал вообще ничего не приносит то есть если уже говорить просто из-за денег то youtube вести в россии смысла никакого не имеет то есть мне намного проще начать вести английский канал и скажем если вот у меня на канале 100 тысяч аудиторий то канал с 20 тысячами на английском языке будет приносить приблизительно те же деньги и мне там писали что ну на русском да ты там чего-то достиг а в английском ты там вообще куча есть каналов которые смотрят куча смотрят конечно но как бы каждый человек вещает о чем-то своем то есть смотрят тех кого интересно у которого смотрят тех с кем у тебя есть какой-то внутренний резонанс например у меня есть много уже на английском канале там технических выпусков или выпусков про там обзоры тримарана например у которого там больше 20 тысяч просмотров я знаю четко что можно сделать для того чтобы вещать на англоязычную аудиторию лайфстайл мне не интересен то есть я лайфстайл однозначно на английский канал не планирую то есть у меня есть там своя техническая инфоповестка кстати по поводу того как я менял селдрайв на лодке это видео уже вышло на английском канале поэтому у меня нет особого желания его на русскоязычный выкладывать там много английского я переводить вообще не хочу поэтому вот это видео оно есть там может быть я когда-то сделаю на русский не знаю но вот на данный момент пока это так мы планируем развивать дальше английский канал и туда делать достаточно большие усилия для его развития канал на русском у меня были планы закрыть потому что я думаю я вам уже достаточно хорошо объяснил по поводу моего разочарования в аудитории и для этих людей мне не хочется делать ничего но с другой стороны я получил огромное количество комментариев от очень приятных людей которые говорили Сергей что если ты прекратишь вещать на русском языке это значит что они победили и мне писали ребята из окопов которые защищают Украину о том что для нас это немножечко мы переключаемся пожалуйста не забрасывай свой канал продолжай потому что в этих жестких условиях в этой безумной опасности мы можем немножечко отвлечься от этого у нас есть перспектива в будущем мы мечтаем мы хотим жить как все полноценные люди иметь какие-то мечты а это то что происходит сейчас это временно и я подумал что наверное я канал все таки буду продолжать просто на данный момент я скорее всего возьму какую-то паузу или буду вещать так достаточно в лайт режиме потому что скажем видео которое по замене селл драйва я делал два месяца по 15 минут и у меня не было никакого желания ну то есть я абсолютно демотивирован для того чтобы сесть сосредоточиться и что-то сделать то есть я сажусь это делаю потом беру телефон читаю новости переключаюсь там уже забыл в общем это очень долгий процесс очень сложный и морально сейчас мне не до этого поэтому в любом случае будет какая-то пауза в любом случае на данный момент я не вижу в себе вот прямо больших сил для того чтобы это продолжать делать английский канал да мы будем и дальше развивать единственное наверное что важно из новостей которые я хочу озвучить то что сейчас все комментарии которые будут на нашем канале они будут иметь предварительную модерацию все вот это вот дерьмо которое в этом чане варится которое вот это вот там эти ленточки там за победу вся вот эта ебла я их конечно же хочу из своего канала выкорчевать бульдозером вырыть чтобы даже корней этого говна у меня на канале не осталось поэтому у нас будет с вами сейчас предварительная модерация любой коммент который приходит к нам на канал он не будет показываться он будет попадать сначала ко мне на ревизию и после того как я ему нажму окей или не окей если я нажимаю окей он будет попадать на ленту комментариев под видео не окей я не буду больше вести никаких диалогов с людьми то есть этих людей для меня больше в этом мире не существует я это говно даже пальцем даже палочкой тыкать туда не хочу поэтому однозначно если комментарий не появляется то этот пользователь ушел в блок будет два варианта да окей комментарий появился на стене да не окей на этом канале этот человек никогда больше писать ничего не будет я считаю это честно я считаю это справедливо это на сто процентов показывает мое отношение к тому что происходит адекватным людям я всегда пожму руку они адекватные пошли на теперь еще одна новость касательно ютуба мы вводим платную подписку у нас будет определенный контент который мы будем продавать за деньги то есть в основном технический контент будет доступен только зрителям по подписке ежемесячной подписке на канал потому что на технические видео на видео по обучению мы делаем достаточно большие акценты то есть технический контент различные там схемы рекомендации и прочее прочее у нас будет теперь только по подписке потому что мы на это тратим достаточно много времени много ресурсов это не поехал на остров там поставил камеру там улыбался снял это нужно действительно этому уделить большое количество времени поэтому данный контент будет у нас исключительно по подписке теперь для тех кто говорит по-английски we have another youtube channel captain german exploring please subscribe to this channel you will find out a lot of useful information in the future and for present time we are on a first stage so we just beginner there but in the closest future we will grow I think and we will continue grow all the time and another project we already started with Dina local business and Dina will be interviewer in this channel please subscribe to this channel as well and you will find a lot of cool and interesting information about local projects or projects worldwide далее что будет с нашей яхтенной школой яхтенная школа будет яхтенная школа есть в ближайшем будущем ко мне можно будет уже начинать приезжать ну наверное не в самом ближайшем но в достаточно каком-то перспективно обозримом школа которая в греции на данный момент у нас на паузе потому что наши инструктора мочат тех кто пришли с оружием на нашу землю очень надеюсь что замочат максимально много чтобы это все быстрее закончилось потому что никакой жалости у меня к людям которые переступили границу с оружием никакого нет переступил умри это четкий месседж поэтому наши инструктора сейчас этим занимаются и будут заниматься в ближайшее время поэтому на данный момент школа в греции работать не будет а потом опять будет онлайн курс также работает украинцы для вас будет большая скидка прямо очень серьезная существенная пожалуйста прежде чем купить курс напишите мне мы с вами обсудим я вам дам хорошую скидку и если у вас будет время и желание пожалуйста занимайтесь онлайн курсом я со своей стороны хочу сделать что-то чтобы вас в будущем промотивировать на яхтинг на жизнь на воде это прекрасная жизнь теперь кто может приехать к нам в школу как я вам говорил ранее я в будущем и на данный момент не буду делить людей по паспортам в принятии решений собеседование сейчас must have обязательно мы будем обсуждать и для того чтобы понять что вы за человек и будет ли нам комфортно с вами на лодке и будет ли комфортно на лодке другим людям которые будут с вами в команде я думаю что сейчас это наиболее актуально потому что если человек скажем в собеседовании наврет а потом приедет здесь и окажется что он нам наврал то придется высадить этого человека в данный момент времени и к сожалению это такие на данный момент условия поэтому только люди которые с нами на одной волне смогут учиться в нашей школе и мне кажется это достаточно честная и достаточно откровенная позиция ну что друзья наверное этот философский выпуск даже наверное он не столько философский сколько тот выпуск который обозначил свои позиции в будущем наверное вам немножечко больше приоткрыл информации о том кто мы как мы видим этот мир подписывайтесь или отписывайтесь от нашего канала исходя из сказанного ранее мной в этом видео те люди с кем мне приятно общаться с кем мы на одной волне мы будем и дальше делиться информацией и дальше будем рассказывать о том как это все происходит те с кем общаться не хочется будут в полном забвении эти люди на канале больше появляться не будут пускай обсуждают яхтинг между собой или там что хотят то и обсуждают там это мне вообще все равно поэтому давайте закончим этот выпуск все-таки на позитиве хлопцы засыл будь ласка отримайтесь мы дуже болеваем за вас в нас дуже болит сердце за то что находится сейчас в родной стране мы очень желаем вам быть целыми и вблизи если вы еще не высказались пожалуйста высказывайтесь потому что внутри вашей страны люди должны видеть что адекватных людей все-таки много и что телевизор не победил и пропаганда не победила несмотря на то что она хочет это очень сделать я думаю что в ближайшем будущем все в вашей стране очень сильно поменяется потому что тащить страну на дно это крайне неправильно крайне недальновидно и крайне не перспективно все до встречи надеюсь в ближайшем будущем пока и